Знаете, что на самом деле управляет вашими жизнями? Я прямо сейчас скажу, это ваши привычки. Да, на самом деле мы, это не совсем мы, это набор того, что мы привыкли делать. И когда мы, допустим, перед сном объедаемся мороженым, это не потому, что мы не знаем, что это вредно и не надо так делать, все мы прекрасно знаем, но привычки управляют нами, и мозг предательски подталкивает нас повторять то, что уже много раз повторено, что тренируешь, что и тренируется. Сегодня мы поговорим про те привычки, которые мешают вам расти в доходе, которые делают вас бедными, которые загоняют в нищету. Это невидимые враги, которые, возможно, у вас есть, может быть и нет. Но если вы хоть что-то из этого у себя увидите, то у вас проблемы, поэтому давайте перейдем к делу и подумаем, что можно с этим сделать. Привычка первая, это тратить все. Знаете таких людей, у которых никогда денег нет, просто потому что они всегда все сливают? То пошел купил, это пошел купил, пришла зарплата, не знаешь, куда вообще все ушло. Деньги как сквозь пальцы вообще, как песок, как вода. Невозможно вообще их отследить, да? У вас когда-нибудь случалось такое, что вы просто берете и смотрите на свой банковский какой-то аккаунт, да, на приложение, и вдруг осознаете, что денег как-то вообще там не стало, куда же они делись? И даже непонятно, что ты делал, куда они убежали? За этим очень часто стоит убеждение того, что деньги это плохо. Я вот сам, на самом деле, очень часто слышал об этом в детстве. Ну, я успел родиться в Советском Союзе, и в советские времена не было предпринимателей, все было абсолютно на 100% государственным, поэтому никакой частной собственности, никакого бизнеса там, ничего этого не развивалось, про деньги никто не говорил, считалось, что это вообще плохо. И поэтому богатые люди, это значит плохие люди, те, которые воруют. Разумеется, мое детство, которое пришлось на 90-е годы, все это только закрепило, потому что, может быть, помните, были такие новые русские, вот эти вот такие дядьки очень большого размера в малиновых пиджаках и размером с указательный палец в золотых цепях. В общем, они что-то там приватизировали, хапали, это называется, их убивали, там какие-то заказные убийства были, это все вот в то время было. Естественно, мои родители, отец на заводе работал, мать педагог, но она в тот момент уже домохозяйка, они на это все смотрели, говорили, что деньги это ужасно, это очень опасно, поэтому что надо от них избавляться как можно быстрее. Когда у тебя нет денег, ты, получается, в безопасности. Вот такая вот бредовая конструкция, но, тем не менее, как видите, логика в этом была. И да, я, естественно, не говорю, что деньги это то, что дарует вам безопасность, и если у вас очень много денег, то вы в порядке. Нет, будут люди, которые вас будут пытаться засудить или отнять, обворовать, то есть, естественно, это все осталось в том или ином виде, но мне что-то подсказывает, что быть вообще без денег с нулем сильно более опасно, чем с миллионом долларов, например. Поэтому, если у вас деньги просто улетают, вы сами не знаете куда, ничего хорошего в этом нет, обратите внимание на свои расходы и подумайте, а почему вы хотите от них избавиться? Возможно, по той самой причине, которую я назвал. Привычка номер два – это полная противоположность первой. Если только что мы говорили о том, что люди тратят все, здесь есть те, которые не тратят ничего. Ну, то есть, знаете, таких, которые экономят вообще на всем. И да, это ведет к бедности, естественно. Нелогичная история, да, ведь если я считаю каждую копейку, выбираю то, что подешевле, что-то там отложил, по идее, это должно привести к тому, что какой-то капитал получится в итоге. Нет, не получается. Вы стопудово никогда в жизни не видели долларовых миллионеров, которые каждую копейку считают и хлеб по акции покупают, знаете, у которого срок годности заканчивается, чтобы быстрее съесть. Нет, отдельные клинические случаи какие-то, может быть, бывали, но вся эта история про бедных миллиардеров, это все байки, это все на самом деле для СМИ сделано. Ну, то есть, постоянно приводят в пример Стива Джобса, скажем, который ходил в водолазках, вот он такой скромный миллиардер, ему ничего не надо. При этом Стив Джобс жил в доме за 12 миллионов долларов вообще-то. Там было девять, что ли, спален, которые вообще просто пустовали, но он купил этот огроменный особняк за бешеные просто бабки. Он не был скромным миллиардером, уж поверьте. И сюда же этот Марк Цукерберг, у которого одни футболки, и да, вот посмотрите, люди видят Марка Цукерберга в футболках и свою бедность оправдывают тем, что они типа как миллиардеры тоже в одном и том же ходят. А вы знаете, что это бренд Брунелла Кучинелли, и каждая такая футболочка стоит, по-моему, 400 евро или что-то в этом духе. Ваши футболочки 400 евро стоят, нет? А вот у Марка Цукерберга столько стоит, и он тоже не очень-то скромный миллиардер на самом деле. А почему вообще тогда получается, что если человек экономит на всем, то он бедный? Почему так выходит? Объясняю. Потому что голова работает в другую сторону. То есть ты можешь сфокусироваться на чем-то одном. Либо на том, чтобы больше зарабатывать, либо на том, чтобы вообще на всем экономить подряд. Когда ты думаешь о том, как больше зарабатывать, ты мыслишь немножко по-другому. Вот ты видишь, допустим, 5 видов хлеба, и хочешь самый дорогой, потому что он, не знаю, там самый вкусный, только что его приготовили, к примеру. Это самый дорогой хлеб, он стоит в 10 раз дороже, чем самый дешевый. Ты говоришь, нет, я все равно его хочу. И спрашиваешь себя, а сколько я должен зарабатывать, чтобы для меня этот хлеб купить было незаметно? Понимаете? То есть мы думаем в плюс с точки зрения того, чтобы доход увеличить. Вот каким он должен быть, чтобы я даже такой хлеб, который самый дорогой, все равно мог себе позволить. А когда ты экономишь, ты думаешь в другую сторону. Ты не думаешь о том, чтобы увеличить доход. Ты думаешь о том, как тратить меньше. А здесь ты ограничен. Вот денег больше ты всегда можешь заработать, а ограничиться ты можешь только до нуля. И соответственно, если ты не думаешь о том, как сделать деньги, а только трясешься над каждой копейкой, никогда ты не будешь богатым человеком стопудово. Это уж помимо того, что люди, которые экономят на всем, они в принципе проживают жизнь на самом низком уровне по качеству. Ну представьте, все, что существует, самого низкого уровня. Самое дешевое. Нет ничего крутого, ничего хорошего, ничего супер качественного, что было бы одновременно дешево. Самый лучший смартфон какой? Айфон, естественно. Вы видели когда-нибудь айфоны, которые стоят 5000 рублей, там или 9900? Никогда вы такие не видели. А вот андроид-телефоны, это, пожалуйста, вам можно и за 3000, мне кажется, найти. Да, найти можно, только вы сами рады не будете таким смартфоном. Привычка номер три, наверное, самая простая из всех, это азарт, азартные игры. Это что-то, что связано с гэмблингом, так называемым, развлечением на деньги. Это была моя тема. То есть я когда учился в институте, это уже были нулевые годы, может быть кто-то из вас помнит, в Москве, да я думаю, по всей России стояли залы игровых автоматов. Мы с пацанами, с моими однокурсниками, шли туда, брали пиво, заряжали в этих обезьян. Помните, кто это обезьян? Там были пробки, гаражи, нет? Вас это не коснуло? Слава богу тогда, что вы это не знаете. И мы могли все деньги спустить там к чертовой бабушке за 30 минут, за час, выйти с голыми вообще карманами, пустыми. А когда на следующий день у нас снова каким-то образом появлялись деньги, угадайте, что тогда происходило. Верно, мы снова шли в эти залы, потому что нам хотелось отыграться, и мы опять оставляли все там. В редкие случаи, в редкие-редкие очень дни, когда кто-то выигрывал из нас, когда какой-то автомат, называется, давал. Вот автомат дал, и ты там, вложив 300 рублей, получаешь 3000, или даже 5000, такое тоже бывало. Угадайте, что тогда происходило. Спойлер, все то же самое. Если мы проигрывали, мы думали, что нужно отыграться, и заряжали все деньги. Если мы выигрывали, то мы думали, что нам карта прет, нужно продолжать, и мы опять заряжали все деньги, естественно, сливали. Сейчас залов игровых автоматов нет, зато есть онлайн-казино, есть онлайн-слоты, это называется автоматы, которые, ну, как бы на сайте можно играть. Особенно распространены букмекерские конторы, они настолько везде, что становятся спонсорами реально футбольных клубов, каких-то лиг. То есть реклама ставок на спорт, она настолько вокруг вообще, она заполонила все, что очень трудно азартным людям от соблазна удержаться. Ну и да, конечно, все эти гребаные лотереи, знаете, вот там раз в год кто-то выиграл миллиард, и все, и народ у нас пошел. Покупать вот это лото или еще что-то там очень затягивает, потому что все азартные игры, они сделаны таким образом, чтобы у человека появлялось ощущение, что он почти выиграл. То есть ты проиграл по итогу, денег у тебя нет, ты все равно в минусе. Помните, кто-то говорил, что обыграть, чтобы казино, нужно, чтобы у тебя свое казино было? Вот это ровно та история. Никогда вы в плюсе там не будете в долгосроке, но при этом грамотно создается ощущение, что вот-вот, чуть-чуть, вот совсем немножко не хватило. Купи еще один билет, сделай еще одну ставку, заряди еще в покер, и вот сейчас ты точно отыграешься. Нет, не отыграешься. Слава богу, что эти автоматы закрыли тогда. Я, кстати, с тех пор никуда не влезал. На самом деле я знаю про себя, что я азартный человек, если я начну чем-то заниматься, я могу этим сильно увлечься. И когда закрыли залы автоматов, очень хорошо, ни в какие ставки на спорт, я никогда не влезал и не собираюсь. Следующее, это быть акционером. Знаете, акционер это человек, который покупает все по акции. Ну, если серьезно, то речь о том, когда вы покупаете себе что-то ненужное. Бывало у вас такое? Стопудово такое бывало, у всех бывало. Например, есть какие-нибудь у вас зимние сапоги, все в порядке. Но вот наступает февраль, сезон заканчивается, вы попадаете на какую-то распродажу, где там вторые, третьи дают бесплатно или по какой-то сниженной цене. Очень выгодно как бы. И раз выгодно, то что? Надо брать. И человек в итоге отоваривается, покупает то, что ему нахрен не нужно. Он за этот год, пока зимние сапоги у него дома лежат, он вообще забывает, что они у него были и никогда ими не пользуется. В общем, ненужная вещь, которая куплена просто потому, что выгодное предложение. Покупать выгодно то, что вам вообще не надо, это очень большая зависимость, это вредная привычка. Не смотрите вы на акции. Даже анекдот такой был, что девушка к парню приходит и говорит, я сэкономила тебе 5000 рублей. Он говорит, как? Она говорит, а я там купил какую-то ювелирку, которая 10 стоила, но там скидка 50% была. У меня есть правило, как я сам борюсь вот с этой штукой. Я даю себе неделю кулдауна. То есть я, если что-то захотел купить, я неделю с этим живу, чтобы посмотреть, не прошло ли желание. Знаете, что на самом деле происходит? Очень часто желание проходит вообще, и я забываю про то, что хотел. Например, у меня такое было с фотоаппаратом. Я вот помню четко, хотел начать снимать, даже какие-то видео смотрел, уже обзоры, прикольно, но в итоге прошла неделя, и как-то уже не очень хочется, и ну его в баню, потом-потом в итоге не купил. В общем, всегда осознанно подходите к своим желаниям. Вам это на самом деле нужно или не очень? Если не очень, то не покупайте, потому что покупая ненужное, маркетинг, он как раз нам всегда предлагает что-то купить, и в основном ненужное. Вот этот путь, он ведет к раку кошелька. Не надо вам такое. Предпоследнее это импульсные покупки. Это когда вам что-то захотелось, вы покупаете сразу любой ценой. Прекрасно вы все видели, как люди готовы очередь отстоять ночью, чтобы на утро купить айфон, только потому что он сейчас вышел, вот он такой классный, и мне это нужно прямо сейчас. Обратите внимание, что происходит. То есть люди готовы реально очередь отстоять, многочасовую. Они готовы оплатить стоимость этого смартфона, и вообще они при этом счастливы еще будут, когда его получат. В чем тогда проблема, если они счастливы? Да потому что если ты в детской позиции и постоянно ножками топаешь, вот хочу прямо сейчас, то у тебя всегда будут проблемы с деньгами на самом деле. Присмотритесь за тем, как вы ходите по магазинам. Обычно, ну вот очень частая история, человек делает, например, в продуктовом себе список, что нужно купить. Или когда вы поехали в Икею. Помните, вот в Икею ездили? Это, наверное, самый лучший пример. Ты туда приезжаешь, у тебя была какая-то задача купить, я не знаю, там корзину для белья, например, и ты выходишь с полной вообще телегой разного всего. Как так получилось? Да хрен его знает. И это положил, и то. Да вот так и получается, что ты увидел только что, сразу захотел и принял решение, что тут же тебе это нужно. Разумеется, это всегда будет в комплекте и очень выгодно, там как-то это все обусловлено, но тебе это не надо было, и ты сам знаешь, что тебе это не надо. В свое время у меня отец преподал мне урок по тому, как не надо делать импульсные покупки. У нас была машина Запорожец, знаете, такая 968М. Это вот, ну просто вот, Запорожец, еще и такого морковного цвета, то есть прям как из анекдотов. И вот мы ездили на этой машине с 86 по 97 год, 11 лет, представьте себе, на Запорожеце. И Запорожец, эта машина, вот из забавных историй, над ней всегда издевались. Ездить на ней в конце 90-х было уже западло, а отец решил машину поменять. И у него появилось предложение взять Волгу. И Волга, в принципе, нормальная машина, но вот именно та, которую предлагалось купить, в ней что-то было не так, то ли ржавчина, то ли еще что-то. Я вот не разбираюсь в этом, я просто помню, что какой-то там был дефект. Мы с матерью настолько задолбались ездить на Запорожеце, что мы начали упрашивать отца, давай купим. Вот она машина, вот по цене уже сошлись, у нас будет Волга, представляешь, давай возьмем. Мудрость моего бати, она заключалась в том, что послал он нас куда подальше с этой Волгой. Он сказал, не буду я ничего брать, она там ржавая или вообще что-то там не подходит, что-то в ней меня не устраивает. Он нашел силы удержаться, хотя ему-то, человеку, который все 11 лет открутил баранку Запорожеца, очень сильно хотелось пересесть на другую машину. В итоге история закончилась тем, что он потратил еще месяца 2 или 3 на поиски. Знаете, как раньше поиски были? Это через газету из рук в руки, то есть там даже фоток не было, просто такая-то машина такого-то света продается, вот столько-то пробегов. Так он нашел в итоге Жигули шестерку и был абсолютно счастлив, потому что та машина, она была в нормальном состоянии, с ней не надо было ничего делать, она была не ржавая, он просто сел и поехал на ней. И тогда ребенком, то есть в 97 году мне было 12, я осознал, что он выдержал это давление, он не поддался первичному импульсу купить прям сейчас и в итоге выиграл. Поэтому вам я также рекомендую и сам я с тех пор себя постоянно придерживаю. Когда меня начинает вообще от чего-то колбасить, что вот я прям хочу, я в этот момент как бы просыпаюсь, включается какая-то осознанность, думаешь, эй, братец, нет, давай-ка подождем чуть-чуть. Шестая ошибка финальная, которая ведет к бедности, она не очень очевидная и здесь мне нужно будет ее прям распаковать. Это ждать отдыха. Давайте сразу расскажу, в чем здесь дело. Когда я общаюсь с людьми, которые зарабатывают много, те, у которых доход выше миллиона и особенно выше 5 миллионов рублей в месяц, у них есть что-то, что объединяет их. И знаете, что это такое? Это кайф и вот тотальное удовольствие и удовлетворение еще от того, что они делают. То есть эти люди на самом деле наслаждаются своей работой. Они не думают, как бы поскорее ее закончить, как бы поскорее пойти пиво попить или футбол посмотреть или еще что-то сделать, лишь бы вот эту работу сраную не видеть никогда больше. Ну, вы помните, да, что вечером в пятницу из офисов вываливается толпа, идет в бар, там начинаются какие-то тусовки. Почему это происходит? Потому что люди очень сильно хотят переключиться от вот этой работы. Естественно, им нужен отдых, ведь им не нравится то, что они делают. У тех людей, у которых с деньгами все в порядке, у них всегда, в 100% случаев, обратная ситуация. Они так много работают, что их близкие и коллеги начинают их тормозить и там заставляют отдохнуть, заставляют куда-то уехать. И человек уезжает, и даже там он что-то раскрывает ноутбук, он кайфует от этого, это его комфортная среда, ему нравится то, что происходит. В этом нет проблемы, на самом деле, глубинной. Да, ты можешь выгореть даже так, от любимого дела. Да, ты можешь свои ресурсы организма истратить и потом лежать полостом, но в моменте, когда человек работает, он счастлив. Спросите себя, вот то, что вы делаете в плане заработка, в плане вашего дохода, вы кайфуете от этого? Вы готовы всю жизнь этим заниматься? Вам прямо на самом деле нравится или как? Если вы пометите, что не очень, то это тоже, что может вести вас к бедности. Потому что никогда огромных денег ты не заработаешь на том деле, от которого тебя тошнит. Верно и обратно. Если ты нашел что-то, от чего ты кайфуешь, у тебя прям горят глаза, ты встаешь с утра и ты хочешь этим заниматься. Не вот так вот, что эй, мотивация, погнали. Нет, а просто ты вот хочешь этим заниматься. Ты с вечера планируешь, что будешь делать завтра, а когда встаешь, ты эти планы исполняешь. Я не знаю, может это не очень удачный пример, но мне вот, например, нравится делать контент. Вот я делаю контент, я от этого кайфую. Вот я сейчас формально я работаю, я сижу вот в студии, за которую деньги плачу и для вас записываю это видео, а вы его смотрите бесплатно. В чем моя выгода-то? Да в том, что мне нравится это делать. Если закроют все соцсети, я буду сам для себя записывать такие видео и буду их смотреть. Потому что мне реально это в кайф делать, ничего в этом странного нет для меня. А вам что в кайф делать? Может быть, кстати, у вас тоже в кайф записывать контент? Я, знаете, что 700 дней практически выкладываю рилз каждый день. Хотите сделать видео про дисциплину? Напишите в комменты, я комменты читаю, вы видите, что я делаю видосы по запросам, которые мы здесь обсуждаем. И вот у меня к вам предложение такое. Я знаю, как не сливаться, я знаю, как не выгорать, я знаю, как работать вдолго и добиваться больших результатов. Я могу рассказать про то, каким образом я 700 дней подряд выкладываю рилзы без пропусков, как моя жизнь от этого изменилась. Может быть, кого-то из вас это вдохновит, вы тоже станете контент-мейкером, сделайте это своей работой. Если надо, голосуйте в комментах, пишите и обязательно подписывайтесь, друзья мои, если вы здесь впервые. У нас тут очень много про деньги, инфы, про то, как работать на себя, про продвижение, в общем, вот это вот все. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, все, что вы и так знаете, нужно сделать. Подводя итог, скажу так, что на самом деле все эти привычки, о которых мы сегодня поговорили, они не смертельные. То есть это все вы можете исправить осознанностью и вы можете исправить не просто убрав их, а начать делать ровно обратное. Ну то есть если вы покупали импульсно, нужно перестать покупать импульсно и задуматься. Если вы ждете отдыха и ненавидите свою работу, то почему бы вместо отдыха в пив-баре не начать развивать что-то такое, что дает вам удовольствие и при этом вы потом сможете это сделать своей подработкой и в дальнейшем и работой. Я всегда очень сильно любил видеоигры. Я вот был просто, знаете, это называется задрот. Я играл в приставки, играл в компьютер, все студенческие годы. Я развивал своих виртуальных персонажей, чтобы они там становились богаче внутри игры, чтобы они покупали какие-то мечи, щиты, вот эту там амуницию внутри игры. Я становился очень крутым, богатым, знаменитым, статусным внутри игры. А в какой-то момент я понял, а почему я это делаю внутри игры? То есть я трачу время своей жизни на то, что в игре у меня там что-то прокачивается. Потом я выключаю эту приставку, иду и возвращаюсь в реальный мир, в котором ничего не поменялось. Так вот давайте будем продуктивными, а продуктивность она рождается из того, что ты делаешь то, что хочешь делать. Поэтому еще раз говорю, напишите, насколько вам важна эта тема, как не сливаться. Я могу сделать полное видео о том, как я 700 дней пишу релзы. Увидимся на следующей неделе. Меня зовут Артем Сенаторов. Прощаюсь, но ненадолго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова